Приветствую вас, Алена. Давайте разберем ваш текст, ваш вопрос. Смотреть. Во-первых, не совсем понятно, какой у вас вопрос к психологу. Вообще, чего хотите. Ну, то есть, понятно, что вам не легко сейчас. Понятно, что вам тяжело сейчас. Это понятно. И понятно, что расставание с мужем, это всегда, ну, такая травма. Вот. Ну, тут момент в том, что именно, вот, именно, вот, читать, какие-то статьи вам, я бы не сказал, что нужно и полезно. Я бы сказал, что здесь скорее важна работа именно с вашим личным восприятием этого, с вашими личными страхами. Почему именно у вас, почему именно у вас, к примеру, возникла обида? Почему именно у вас, к примеру, возник страх? Почему именно вы, к примеру, восприняли это так негативно? Почему, как вы устраивали отношения с молодым человеком, вот, таким образом, да, что он, в итоге, от вас ушел? То есть, ну, вот, как вы оказались в этой ситуации? Как получилось так, что он от вас ушел? Вот. То есть, вот эти вот моменты нужно рассмотреть, нужно разобрать. Понимаете? И ориентироваться вам нужно на это, скорее, как-то. Дальше. Значит, эм, так, у меня бросил муж с того момента, прошло 4 месяца, то есть, никакого интереса звонков и сообщения с его стороны. Алёна, ну, эээ, я хочу вас просто спросить, если вас, вас обращают муж, вот, не кажется ли вам немного странным, если бы были звонки и интерес с его, эээ, с его стороны? То есть, ну, вот, эээ, как-то, эээ, мне кажется, немного странным было бы, если бы, эээ, человек вас забросил, а потом, эээ, значит, эээ, ну, а потом, а потом, вами интересуется, эээ, как-то это, мне кажется, немного, немного странно. Нет? Нет? Зачем тогда ему было вас бросать? Не совсем понятно. Да? Ну, вот, ну, для чего тогда нужно было вас бросать? Тогда тоже не надо было тогда этого делать. Вот. То есть, эээ, здесь как-то вы, на мой взгляд, эээ, противоречите себе. Почему у него должен быть, почему у него должен быть интерес, эээ, звонки и, эээ, сообщением, эээ, к вам, да? Если вы, если он вас, эээ, ну, вот, собственно, брошил. Непонятно. Дальше. Боли, обиды, страх никак не утихали. Ну, эээ, смотрите. Здесь не видится актуальным разбор ваших чувств, собственно, работа. Работа. Работа с, эээ, чувствами вашими. Потому что, эээ, обида означает, что вы не готовы человека, эээ, ну, по факту, принять. Обида говорит о том, что, эээ, ну, что человек, вы, эээ, человека принимать, вы, вы, эээ, не готовы, а обида говорит о том, что человек, эээ, ну, какую-то, какую-то, вот, эээ, можно сказать, эээ, гран, да? Перешел, перешел черту, вот. Эээ, боль, это, соответственно, то, как вас, эээ, заделает ситуация вся, в целом. Ну, вот. То есть, вот, ну, как она вас задела эта ситуация? С чем она вас задела? Эта ситуация. Что он вас бросил? Эээ, из-за чего вам больно, собственно говоря? Ээээ, это вот нужно, то есть, поисследоваться. Обязательно, потому что это важно. Это очень важно. Очень важно в этот момент. Эээ, как и страх, чего боитесь? Эээ, значит, никак не могу отключить, как пытка, понимаете, ничего исправить не могу, подскажите, пожалуйста, что-нибудь. Ну, эээ, что именно вам подсказать не так не понятно, наверное, эээ, тут, ну, не знаю, что, тут, ну, не на работе. То есть, на работе, это не беда, на работе, а с психологом. Совершенно понятно, что вам сейчас тяжело, совершенно понятно, что вам сейчас не по себе, вот, эээ, никто от вас не ждёт, эээ, каких-то совершений сейчас. Вот, эээ, абсолютно, никто от вас этого не ждёт. Но, эээ, всё-таки нужно, чтобы вы, эээ, постарались сформулировать, эээ, что конкретно вы хотите, потому что, эээ, допустим, пережить, эээ, пережить, эээ, пережить расставание, мы вам помочь можем. Гармонизировать отношения, ээээ, с человеком, тоже можем. Вот. То есть, всё это, в принципе, реально. Вопрос в том, чего вы хотите, вопрос в том, к чему вы готовы, вопрос в том, ээээ, готовы ли вы, собственно говоря, да, ну, как-то, как-то, вот, в этом направлении двигаться, вот, готовы ли вы, ээээ, вот тут, работать над собой, вот. Потому что, ээээ, если не готовы, ээээ, я боюсь, что, ээээ, ну, ничего не получится просто, в таком случае. И этого не готовы. Вот. Вот, в принципе, эээ, то, что я могу вам сказать. Ээээ, что-нибудь подсказывать. Ну, это далеко не самый лучший расклад. Потому что, что-нибудь вам может не понравится, вот, вы можете сказать, что это не про вас, например, и будете правы. Я, я без обвинения это говорю. Вот. Так что, в пустую, ээээ, говорить мне, ну, мне кажется, в пустую говорить, ээээ, не нужно. Именно вот в пустую. Ну, ээээ, поработать, поработать с вами, эээ, можно, если у вас, ээээ, такое желание есть, поработать с вами. Ээээ, помочь вам с вашими, там, с вашими запросами поработать, если они у вас, у вас, ээээ, если у вас есть. Эээ, вот. Запросы, я имею ввиду. Ээээ, это всё реально. Эээ, ну, только, вот, наверное, в таком ключе. Сейчас, ещё раз, я понимаю, вот, ещё раз хочу сказать, что я понимаю, ээээ, я понимаю, что вам тяжело сейчас. Я понимаю, что вам трудно, трудно сейчас. Я понимаю, это прекрасно, но, эээээ, как бы, если вы не знаете, какой у вас запрос, что вы хотите в этой ситуации делать, то в этом тоже может помочь, собственно, психолог. Вот. Удачи вам. Я желаю всего самого доброго. Надеюсь, вы найдёте выход из своей ситуации. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok